Яркие, нежные и очень вкусные капкейки красный бархат с малиновой начинкой и шапочкой с крем-чиза на сливках. Скоро 14 февраля и мне кажется такие капкейки отличный подарок для второй половинки. В общем 100% стоит приготовить, так что поехали! Привет, с вами Саша, давайте уже скорее готовить. Все ингредиенты будут под видео. Яйца и сахар взбиваем до посветления и увеличения в объеме. Можно добавить ванильный сахар или экстракт в ванили. Далее добавляем гелевый краситель. Если его нет, можно не добавлять, тогда капкейки будут просто шоколадные. В кефир у комнатной температуры всыпаем соду и перемешиваем. Пойдет реакция. Добавляем растительное масло, перемешиваем. К муке всыпаем какао и разрыхлитель. Теперь в яичную массу по очереди частями вводим кефирную и мучную смеси. Хорошо перемешиваем. В форму выкладываем тесто для капкейков. Тесто должно заполнить форму чуть больше, чем на середину. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут. Проверяем деревянной шпажкой, она должна быть сухой. Оставим капкейки остыть на решетке. А пока сделаем начинку. В принципе, можно заменить на любой джем или вовсе без нее. Тоже очень вкусно, тогда все гораздо проще. Перемалываем ягоды в блендере. Если ягоды у вас, как и у меня, замороженные, то предварительно надо разморозить. Затем процеживаем через тито, чтобы косточек не было в креме. Добавляем крахмал и сахар, перемешиваем. Добавляем яйца, хорошо все соединяем, ставим на маленький огонь и варим до загустения при постоянном помешивании. Теперь в ягодную смесь добавляем масло и растворяем его в смеси. Теперь охлаждаем курт. Я это сделаю на водяной бане. Для этого в холодную емкость набрала воду, поставила сверху крем. И при постоянном помешивании охлаждаю до комнатной температуры. Для крема взбиваем холодный сливочный сыр. Добавляем сахарную пудру. Немного вмешиваем ее в смесь, чтобы она не разлетелась. Теперь взбиваем миксером. Далее добавляю холодные сливки жирностью не менее 33%. Продолжаю взбивать до плотного состояния. Курт и крем для удобства переложу в кондитерский мешок. Собираем капкейки. Для этого убираем центр капкейка. Я использую специальную штуку, но можно сделать ложкой или ножом. Вот такую вырезку можно купить в любом кондитерском магазине или посмотреть на китайском сайте. Внутрь вливаем курт. Сверху украшаю шапочкой из крема. Дополнительно еще украшу ягодами и кумкватом. Приятного аппетита! До новых вкусных рецептов! Ваша Саша. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok